Дом завалится Жить в своих квартирах, говорят люди, становится все опаснее. Строительство нового здания, по словам жильцов 63-го дома, в микрорайоне «Север» ведется незаконно. Если сейчас, допустим, будет утрамбовку делать пятиэтажного здания, то получается у нас будет еще сильную усадку дом. Соответственно, здесь расстояние очень маленькое. Мы хотим, чтобы Акимат обратил на это внимание, кто вообще дал на это разрешение. Почему? Госакты, то, что архитектура, это ничего не контролирует вообще. Застройщик уверяет, с документами на строительство у него полный порядок. О недовольной жильце и пусть ищут правды у тех, кто это разрешение выдал. У нас все по закону. Есть разрешение от газка, от архитектуры. Все вопросы к ним. Мы работаем по закону. Дом 12 метров. По 5 метров, что ли? 20 метров от вашего здания до нашего здания. А должно быть 50. По стандартам должно быть 50. Девушка, вы не знаете эти архитектуры? Сколько по законодательству? Я не знаю. Архитектура дал? А, что ты не знаешь? Вы знаете, южный вариант как? Южный вариант деньги дал, все, все те сделки. Значит, вы хотите сказать, что все продажные, что ли? Продажные, конечно. На каком основании строятся? Конечно, продажные. Но вы понимаете, что дом треснет, он полетит. Так, одну вещь, одну вещь вы поймите, пожалуйста, да? Сейчас все северные воды куда текет? Специалисты газка правоту застройщика не разделяют. Уверяют, проект они не одобрили. Они неправильно заполнили уведомления, а разрешение никто не давал. Незаконно. Сейчас очередь строить они не могут. В данный момент уведомлено алганчок. Могут или не могут? Конечно, не могут. Сейчас, получается, вы можете им запретить строить? Нет, сейчас без основания я не могу запретить. Потому что... Какое основание должно быть? Основание должно быть заявлено, потом я должен реликстрировать проверку прокатура. После этого я займу с проверкой. После этого я могу им запретить. Здесь стройка идет незаконная. Уведомления у них не получились. Тех, вы можете сказать, законное или незаконное? Незаконное. Законное или незаконное, можете сказать? В Управлении земельных отношений и градостроительства не первый раз сталкиваются с нарушениями норм и статей. Ситуация для шимкентов вполне обыденная. Ими получено эскизный проект АПЗ для разработки эскизного проекта. Значит, они после получения АПЗ разработали эскизный проект. Эскизный проект не дает права для строительства. После разработки эскизного утверждения эскизного проекта разрабатывается рабочий проект. Рабочий проект – уже основная часть проектирования. Значит, для разработки рабочего проекта нужны тех условий, электричество, отопление, водоотведение, газификация, если газофиксированные. Значит, незаконное строение, как всегда, в Чемкенте очень много таких фактов. Наша организация, я недавно только, Атамикене, этот, известный, давал, отчет, это давал. Около 200 объектов за прошлый год незаконное строение выявлено и сообщили государственное ГАСКО. Это мелкие или любые? Это любые. В основном средние объекты. А в этом году? Да. Резутата нет. Остановите стройку? Да, остановите. Пока остановлю, чтобы, потому что 2-3 пункта, говорит, неправильно. Жильцам удалось на время приостановить стройку, но это не главная цель. Люди намерены донести до местной власти, что из-за стройки жители домов поблизости могут остаться под руинами. Шудин Саидов, Давран Абдеев, Нургильды Садуакас, информационная служба телекомпании ОТРР.